Праздник. Сегодня нам исполняется 30 лет. И неважно, с какой возраста у каждого из нас. Сегодня всем нам 30. А это возраст полной энергии и творческих сил. Возраст, когда вся жизнь впереди. Как вы считали, что вы не можете видеть? Не знаю. Спасибо, что вы пришли. И вот на свой праздник собираются сегодня, в первую очередь, славные ветераны. Продолжать гости славных традиций нашего предприятия. И совсем еще новая, молодая форсик, которые славно держат марку нашего предприятия. Всех на лицах улыбки, несмотря на вроде бы... Уважаемые телезрители, как вы уже знаете, в последних числах декабря отметили 30-летие нефтегазодобывающее управление Краснохолмскнефть и его подразделения. Вы сейчас смотрите наш видеофильм, посвященный 30-летию Янаульского управления технологического транспорта объединения Башнефть. Всех приглашенных от имени администрации поздравил начальник управления технологического транспорта Инзиль Фагимович Хабибов. В следующем году под номером 2133 принято решение создать новые нитепромусловые управления Краснохолмскемфть и на северо-западе нашей республики. Прошло всего два месяца, как в поселке Краснохолмский развернулась работа по созданию материальной базы на настоящий общий день. Сравнивая прошлое и настоящее управление, можно задать себе вопрос, каким мы были, какими стали. 30 лет для истории срок небольшой, а до трудового коллектива это самое лучшее, потому что все равно мы имеем в силу основных исказов, творчества, трудов, тысячи рабочих, нередельских и скороработников и службов. За этот период изменилось 4 поколения людей, которые оставили по себе добрую память. Благодаря поистине грейскую труду созданы мощные современные транспортные предприятия, способные обеспечивать главных заказчиков ГИДУ Краснохолмскемфть транспортным средствами, автовой перевозки и специальной техники. Становление и развитие предприятия огромную роль принадлежит администрации ГИДУ Краснохолмскемфть, бывшим начальником ГИДУ Краснохолмскемфтьяновым, главным снивером в районе Минусе Благовещенства, заместитель ГИДУ Краснохолмскемфтьяновым, главным снивером в районе Минусе Благовещенства ГИДУ Краснохолмскемфтьяновым. В течение всего периода мы находили на ходе понимания со стороны руководства и специалистов в решении производства задач вопросов в социальной сфере. Совместная деятельность, своевременная материальная и моральная поддержка способствует к куплению материальной базы, обеспечившим запасными частями, горящими нашими материалами и авторизированными. Бесценным показством опоры управления были остаются кадры рабочих и технических работников. Сегодня в этой торжественной сроке большинство были эти слова признательности и благодарности, первопроцессы которых составили костяк кадров. Это они, в ненаверно трудном слове, осваивали незнакомую профессию транспортных комитетов. С первого дня обозвали предприятий во главной коррекции Валиев и Проказы Валиевича. Главным сенером был Алиев в Паргатанске. Никак ни устроенной ситуации ремонта и вещей техники не было. Главным сенером был Алиев в Паргатанске. Главным сенером был Алиев Хабарович. Галдир Васили в Паргатанске. Гава Свята Хабарович. Главным был Алиев М Стариканович. Ислан Гаварович Харапович. Главным был Ивану, Крион Зерекирович. Главным был Алиев Хабарович. Маш læп ×. Азвольте, уважаемые товарищи, поздравить вас в стресс-лительной библии наше управление. Пожелать вам успехов в работе, счастливых здоровья, крепкого здоровья и благополучия. С праздником, товарищи! От имени администрации города и района поздравил трудовой коллектив управления технологического транспорта 30-летием заместители главы местной администрации Фирос Канифович Мухамеддинов. А затем слово для поздравления взял начальник управления технологического транспорта специализированной техники объединения «Башнефть» Маланченко Александр Максимович. Недавно мы отмечали 30-летие Юртуринского УТТ-1, до этого Белебеевского УТТ-2, Туймазинское первое, Туймазинское второе. Наверное, это не случайно, что именно организация таких большого количества транспортных предприятий, других промышленных предприятий, подобно Ченевти, как раз и связана с тем, что на эти годы приходится пик разработки нефтяных месторождений в «Башнефть». Разрешите мне тоже присоединиться к тем поздравлениям, которые здесь были произнесены в Вашу честь, и поздравить Вас по поручению объединения «Башнефть» с этим праздником. Разрешите зачитать Вам приветственный адрес. Дорогие товарищи, производственная Ордена Ленина и Ордена Трудового Красного Знамени Объединение «Башнефть» горячо и сердечно поздравляет Вас, рабочих, инженерно-технических работников и служащих Янаульского управления технологического транспорта с 30-летием со дня образования Вашего управления. 30 лет назад, 2 января 1964 года, в поселке Краснохомский был организован автотранспортный цех НГДУ «Краснохомнефть». Вручить вот эту почетную грамоту, которой награждается коллектив НГДУ «БУТТ» в честь юбилея 30-летия. И также пожелать, чтобы Вы никогда не опускались ниже тех рубежей, которые Вы сейчас держите. Чтобы Вам не было скучно, как говорят здесь на севере, когда здесь бывают снежные метели, бураны и так далее, значит, разрешите вручить Вам телевизор. В рамках Средневодского замороза было подписано распоряжение 31 октября 1963 года о создании НГДУ «Краснохомнефть» с местонахождением в поселке Краснохомске. После чего НГДУ начал создавать свои подразделения. Автотранспортный цех, строительный монтажный участок и другие его обслуживающие подразделения. Первыми открывателями этой целины были первый начальник НГДУ «Краснохомнефть» Зигандар Зинатович Стоплатуллин. Он проработал в 1964-1966 годы, если точнее, до 10 января 1966 года. После чего его работу продолжал Аннар Сарфик Горевич в Лахтеаре. И он бессмертно работал до 1989 года начальником данного управления. Бессмертным главным инженером был Лаэр Евгеньевич Благовещенский. Первыми заместителями по общим вопросам были Рахимов Александр Шарипович, Затем Баскаков Пётр Никонорович. Были главным геологом, первооткрывателем Закиром Акран Юсуковичем. Он сейчас ныне живой, работает в Уфимском УВР, главным геологом. Замы по строительству Гусаинов, Куликов Игорь Павлович, Григорьев Архан Павлович. Также, значит, были главным энергетем Серга Василий Максимович, главным механикем Гешневской Анатолии Неморозов. Также были, значит, первым начальником автотранспорта ЦЖ Геннадий Валерьевич Валерьев. Когда Геннадий Валерьевич говорит, что это яснее. Когда те меркази, мы редко его называли, поэтому я его называю Геннадий Валерьевичем. Значит, Завгар в то время был, значит, на МИИ Суфар Горданович. Нам пришлось вместе, в мою трудовую идею, начать противо-руководством в гараже. Я помню сегодня еще, мне самому приходилось первое здесь, в трудовой детстве, начать автотранспортом четвертого разряда в Холме. Мы вот Хабибулиным в один день устроились, конечно, и нам поручили обустроить заправочное сооружение. Правда, пришлось всего 10 дней отрабатывать, после чего создали другой работу. Был в дедах Леонид Михайлович. Я почему говорю, был? Многие до сегодняшнего дня не дожили. Я почему говорю? Очень трогательным было выступление бывшего начальника управления Дамира Зинуровича Гатулхакова, который вложил много сил и здоровья в становление управления технологического транспорта. В 1971 году совсем еще молодым он был назначен начальником колонны. Нелегко было первое время молодым ведущим руководителем Дамиру Зинуровичу, главному инженеру Назиру Загитовичу Зиязову, главному механику Петухову и другим. Нужно было укрепить трудовую дисциплину, найти общий язык с трудовым коллективом. Благодаря их таланту как руководителям, старанию и успешной работе всего коллектива, в 1978 году Управлению технологического транспорта было присвоено звание предприятия высокой культуры производства. И я прошу не ронять эту заслуженную честь и славу коллектива Янгодского Заглава. Поздравляю всех присутствующих всего коллектива Янгодского Заглава с созданием 30-летним образованием данного коллектива. Уважаемые телезрители, а сейчас вы смотрите выступление бывшего главного инженера управления Зуфара Мордановича Набиева. Я на них молюсь, молюсь. Я, значит, мы приняли одно, значит, механик скажем, еще бы очень сильным направлением открывать отраску на всех красных обзорах. «Тридцать лет наделяет нас от того памятного 1964 года. Тридцать лет. Так мало. И так мало. Мало потому, что в зале такие знакомые, такие родные лица, опаленные зноем и дождем, снегом и ветром. А глаза горят все тем же. Лихи, но... Расположенные в трех административных воевок республики превратилось в превративую высокую культуру производства с мощной техникой и превратившую культурой. Вот и они, маленькие из того далекого, 1969 года, которые встали у основ нашего сегодня. Пожалуйста, просим выходить на стену. Западагарыч, вот ваша бригада, с чего вы начинали тогда-то. Ну, она немножечко, может быть, обновленная, но всех этих парней вы знаете. Как вы думаете, пошли бы вы на освоение нового месторожения вот с такой бригадой, таких вещей в ботер? Я уже сказал, предлагали не то, что на освоение нового месторожения, но крайне согласно я с имитой. Я их знаю, поэтому не случайно они в течение 30 лет, в течение 30 лет они являются призывниками производства в данном коллективе. Это герои этого коллектива. Поздравить наших первооткрывателей, пожелать вам такими молодыми, такими здоровыми. Поздравить наших первооткрывателей, пожелать вам такими молодыми. Каждая семья богата своими традициями. Так приятно, когда где-нибудь в очереди слышишь разговор двоих. Хорошо бы, чтобы мой сын поступил к работе в Венаульское УТТ, там и петь не научится, и дисциплина крепкая. А ведь это говорят о мужском, тем более о водительском коллективе. И рядом с мужьями встают их жены. Им на смену приходят их дети. 28 семейных династий работают у нас. Представители трех из них мы хотим представить вам сегодня. Просим подняться на сцену Баттершин. Баттершин, пожелательный стаж этой династии в УТТ составляет 127 лет. А ведь жизнь еще впереди. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Потому что ведь праздник ваших сынов, это и ваш праздник. Поднимитесь, пожалуйста. Света богатства молодой семьи, маленький сынишка, да крепкие, желающие работать руки. Поднимитесь, пожалуйста, на сцену. Все anticipatedы. Действ evet, и нас. Крепные. А вот такими семьями крепнет и наше предприятие. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА КОНЕЦ 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 Весь лет руководит данным хозяйством заслуженный работник сельского хозяйства Башкортостана Кожапов Мозгут Кожапович. В центральной усадьбе колхоза деревни Шудек. В деревне 125 хозяйств. Труженики села трудятся на полях и фермах. Колхоз выполнил все планы по продаже. Продано 8500 сетнеров зерна, 2055 сетнеров мяса, 11342 сетнера молока. Успешно ведутся и другие работы в колхозе. На уровне идет зимовка скота. Это еще раз показал труд наших животноводов. Конечно, в успех коллектива вложен труд каждого его члена. Большая заслуга здесь передовых доярок. Петрофановой, Садиевой, Шайдуллиной, Мухаммедзяновой. Давайте поближе познакомимся с ними. В доме передовой доярки Садиевой Нины и ее мужа Ивана. Работает шофером. Мне очень помогает. Дома все почти он делает мне. Если бы он не помогал мне, мне бы было очень трудно. В акторе Шудехской молочно-товарной фермы. Бесерден с главным зоотехником колхоза Ахмедхановым Вячеславом. Вячеслав Батрисанович, расскажите, пожалуйста, за счет чего добились хорошей продуктивности? Всякая ферма начинается с профилактория обычно. Вот от условий содержания кормления молочных телят зависит все дальнейшее здоровье и продуктивность животных. Ну, например, вот здесь мы находимся на профилактории, в которой вот здесь смотрит телятница. И смотрим обычно тут, принимаем после родильных коров и держим тут до 10 дней. Здесь обычно проводится первая ветеринарная обработка животных. обработка животных. Обрабатывается здесь пупа, вина. Потом вводится селен, микроэлементы телята. И выпаивается обычно по первому молозивому сколько до 2-3 литров этого молозива. Они получают 450 килограммов свежего молока в течение года. Это связано с тем, что вот если до 400-500 килограммов, если будет такой же продуктивность животных. Это связано с тем, что развивается у них желудочно-кишечный тракт и не бывает болезней. Коровы у нас телятся, здесь принимается отел и смотрится за состоянием коровы до 10 дней, чтобы не было отека. Здесь вот находится корова перед отелом. И здесь принимается телята, но отел принимается и смотрится корова после отела в течение 10 дней. Ну, в течение 10 дней выпаиваем здесь отсюда молозива. Потом корова переводится в основное стадо и сюда обратно коровы переходят уже, которые вот до отела остается буквально 10-12 дней. Течение телята находятся до 2-месячного возраста. Дальше они переводятся в другое помещение. Селеном. Это есть микроэлемент, который у нас недостает именно в рационе животных. Из-за недостатка селена происходит дистрофия печени. Можно из-за недостатка селена ожидать этот даже отход. Поэтому в 5-6-дневном возрасте вводится обязательно селен. Вот сейчас селен вводит главный врач у нас в хозяйстве, Шайдулин Раев. Помогает ему, вот уже можно считать, что она тоже газы, вот эти ветеринарные, ну, начало ветеринарных наук знает телятница Менгофарова Наталья. Она мастер своего дела, мастер первого класса у нас. Среди телят у нас здесь не бывает отхода фактически. Ну, и проводятся вот такие вот плановые все мероприятия. Именно ветеринарные, санитарные мероприятия. Именно вот обработка пуповины, обработка селеном, обработка витаминами. В это время корова у нас, это уже как положено по распорядку, находится, ну, в Мационе, на улице. Здесь вот видно, что в карде не кончается солома. Все время затаскиваем, это в исполнении к рационе будет. И до 25 градусов мороза обычно все это сюда выносим. Здесь ассиминатор определяет вот речку, охоту, например, у коров. И, ну, и полезно для здоровья. Это есть кормление, которое вот сейчас мы смотрим, что завозят корма наши скотники. И племенное дело, ну, это по племенной делу, это другой разговор. Вот мы кормление балансируем по основным питательным веществам. Вот буквально до 15 вот этим видам. Даже учитывая микроэлементы, витамины, корма единицы, сахаро-сахаро-протеиновые отношения. Вот у нас сейчас чувствуется недостаток в рационе сахара, и поэтому мы сахар завозим именно в патоку, вернее, завозим с тишмейского сахарного завода. И вот этот сахар благоприятственно действует не только на здоровье самих вот этих животных, прежде всего, коров, ну и на телят. И на отношении правильное 0,8 к одному сахаро-протеиновые отношения предохраняет животных от болезни кетоза, например. Сейчас везде кетоз, говорят, идет. И продуктивность вот усиливает, вылечивает. Потому что у патоки еще и корма единица хорошая. 0,75 кормовых единиц на килограмме. У нас каждая корова получает 2 килограмма патоки. Вот сейчас сходники завозят силос. Силос на каждую голову коров рассчитываем до 20 килограммов. Утром завозят сина. Это в пределах 15-35 килограммов сочных кормов получается. Хорошая продуктивность, именно правильно сбалансированный рацион. Именно вот по каротину, по сахару, по кормовой единице и микроэлементам. Микроэлементы у нас перемешиваем мы обычно с зерном фуражом. Основа хорошей продуктивности не только кормление, которое мы рассматривали. И особое важное значение имеет и само племенное дело. Вот которое вот племенное дело и искусственное семенение коров. Потому что, вот например, здесь только у нас мы держим 2 породы у нас получается. Бестужевская и чернопестая порода. Разница уже только по продуктивности при таком же кормлении уже составляет 300 килограммов в год. И племенное дело нельзя вот рассматривать без искусственного семенения. Искусственное семенение это быстрое развитие племенного дела. И быстрое улучшение породных качеств именно от скота. Вот на данном ответственном участке у нас очень хорошо трудится уже 15-16 лет. 15 лет Шакирова Елена. Она опытный специалист по этому делу. Она работает моно-цервикальным методом осеменения коров. Здесь осеменяем коров черно-пёстрой породы. Уже 4-5 лет галштейно-фриджской породы. Уже фактически получается, что мы уже тут получили 2 поколения. Осеменяем галштейно-фриджской породой здесь. И уже сейчас фактически идут поместные вот эти тёлки 2-го почти поколения. Вот первые тёлки, которые хорошо подготовлены первые тёлки, дают у нас по первому уже тёлу 15-16, даже до 20 килограммов молока. Это, конечно, очень большое значение имеет именно само искусственное осеменение. Она, искусственное осеменение, благопроявляясь к быстрому улучшению породных качеств, как я бы сказал. И также от Шакирова Елены здесь зависит. Вот она ведёт календарь стильности коров. Календарь стильности указана именно физиологическое состояние коров. Здесь указывается дата последнего тела, дата осеменения, дата запуска и дата ожидаемого тела. Календарь стильности заходит сюда каждая дырка и смотрит. Она уже знает, когда примерно ожидается запуск. Запуск не то что примерно, он точно по цифрам есть. Здесь, например, по дням, по месяцам указанным. И дата ожидаемого тела. По этой дате они определяют, когда коров надо выгнать, выгонять в разильное помещение для уже отёла. Особые секреты в своей работе есть. Вот она раньше всех приходит на работу, получается, когда ещё корова на природе, вернее в кардах. И на охоте среди коров выявляет этих коров, которые на охоте. Сейчас мы обращаемся к представителю полхоза Мосгутко Шаповичу. Мосгутко Шапович, как вы добиваетесь таких высоких показателей в животном отрасли? Сказать, что высокие показатели, это у нас, надо сказать, не так уж высокие, сравнивая с другими хозяйствами республики и районах. Но, однако, наш успех, я считаю, прежде всего, работа с кадрами, нашими доярками, животноводами, которые мы постоянно с ними занимаемся. Вот. Воспитываем со школьницкой миши, поэтому у нас кадр постоянный, не меняется, знает своё дело, любит своё дело. Вот поэтому у нас нет весны, лета, осень, зима. Всегда они постоянно хорошо организованно работают, работают по распорядку дня. В этом году больше, чем в прошлый год, надоеваем, будем надоевать. В прошлом году было 3675 килограммов, в этом году молока у нас будет 3700, где-то 20, даже 50 килограммов будет на удой, на форожную корову. Ну, у нас вот сейчас уже намечаются рубежи, которые достигнут 4000 удой доярки. Вот. Петрахманова, Нина, Сады, Петрахманова, Нина, Садыева, Нина. Петрахманова, Нина, Мухаммедзианова, Нина, Дорогие. Петрахманова, Нина, Дорогие. Петрахманова, Нина, Дорогие. Бұл гел шулай шот, бұл гел бақытлы, Квартайма бірдә, қияшты мүретелейбез, Опабы сене деп жер тапшыра, Сенлегес кылары, хам, инегес, Альберт. Бұл гел шот, 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 бұл гел ш СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Уважаемые телезрители, всем вам желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и всего самого доброго. До свидания, до следующей встречи.